В честь Дня народного единства сегодня в Кремле состоялся торжественный прием. В числе приглашенных 9 иностранных граждан, удостойных государственных наград, так отмечены их заслуги в укреплении сотрудничества между народами в поддержке русского языка и культуры. Подробности в репортаже Ильи Костина. Праздник, который через века связывает исторические эпохи и народы. Приветствуя сегодня собравшихся в Георгиевском зале Кремля, Владимир Путин отметил важное значение Дня народного единства. Впервые этот государственный праздник Россия отметила десятилетия назад. И его учреждения, сам смысл, знаменуют непобедимое единство нашего народа, его высокую ответственность за судьбу родной страны. Эти чувства, чувства уважения, гордости, любви к Отечеству, самая прочная основа российской государственности. Сегодняшний праздник тоже приурочен к событиям, уходящим в глубину веков. И обращает нас к великому гражданскому подвигу людей разных сословий и национальностей, положивших конец трагедиям смутного времени, расколу, предательству и унижению своей страны. Глава государства подчеркнул сегодняшний праздник повод не только вспомнить уроки прошлого, но и дать ответ новым вызовам. Народ сам решил судьбу России, отстоял ее независимость, очистил от распри, междоусобиц, самозванцев, восстановил законную власть, открыл дорогу к становлению могущественной и суверенной державы. Этот и множество других подвигов народа во имя спасения Родины были и остаются священным примером истинного патриотизма. Примером того, как нужно понимать и защищать национальные интересы своей страны, которые являются такими же важными ценностями, как права человека, свобода и демократия. Героями церемонии стали девять человек из разных стран. Ордена дружбы и медали Пушкина. Общественным деятелям и ученым из Турции, Китая, Венесуэлы, Азербайджана, Армении, Таджикистана и других государств. Тем, кто продвигает российскую культуру и русский язык по всему миру. У меня уже вышло в свет окон 100 книг о русской литературе. Они и не монографии, и спорники стадий, и не перевод составления. Я буду делать еще больше три великой русской литературы, три литературной дружбы между Китаем и Россией. Лауреаты признавали выдающуюся роль России, как историческую, так и нынешнюю. Я хотел бы просто сказать за то, что Россия в 20 веке избавила весь мир от нацистского варварства. Художник и скульптор Усама Ассеруи из Египта, кстати, автор бюста Петру Ильичу Чайковскому в саду египетского театра в Каире, получая высокую награду, вспомнил и о трагических событиях последних дней. Разрешите выразить искреннее соболезнование по поводу гибели русских граждан на севере Синайского полуострова в Египте. И разрешите поблагодарить вас за высокую награду. Медаль Пушкина, которая для меня является большой честью и гордостью. В завершении торжественной церемонии президент еще раз выразил признательность всем награжденным. Часто повторяем это словосочетание «великий русский язык». Так оно и есть. Но, безусловно, величие это достигнуто прежде всего русским народом, народами Российской Федерации. И, конечно, благодаря нашим друзьям, которые продвигают русский язык, русскую культуру во все страны мира, еще раз поздравляю с праздником всех граждан России, всех соотечественников, которые живут за рубежом. Ваши теплые чувства к России всегда согревают наши сердца. Поздравляю вас с праздником.